Ну, дорогие друзья, мы, как всегда, начинаем нашу программу Духовная дипломатия, ну, традиционным ключом открываем двери, двери наших сердец и двери сердец также сердца нашего гостя, и постараемся и моим. С вами Михаил Маргулис. Сегодня у нас особая встреча, она происходит в Киеве, в Киеве, в самом, можно сказать, древнем городе на Руси, в одном из прекраснейших городов мира, может быть, некоторые называют сердцем Европы. Ну, город, действительно, в котором живет и дух светлый, и люди прекрасные. И вот с одним из прекрасных и легендарных людей сегодня мы с вами встречаемся. Это Леонид Макарович Кравчук, первый президент свободной Украины, человек, которого знает, конечно, весь мир, и вы все, которые сейчас нас смотрите, и человек, который значительным образом повлиял на судьбу не только своей страны, но на судьбу, я думаю, европейских стран и на судьбу, наверное, на судьбу всего мира. Леонид Макарович, ну, очень приятно с вами видеться и смотреть на вас. Очень интересно всегда смотреть на известных людей, потому что вдруг обнаруживаешь, что за именем, за фамилией, добрые глаза, лучистые, как у вас, интересный взгляд, разумное лицо, и, как я знаю, и доброе, хорошее сердце. Спасибо за добрые слова. Привет вам передают многие сенаторы и конгрессмены из Америки. Личный привет вам от Хилари Родман Клинтон, которая помнит вас и сказала по-украински слово «А как вы сказали перед этим о духе, как Иван Франко сказал?» Иван Франко сказал «Дух, что тело рве до боя». Замечательные слова, действительно, с библейским огромным наполнением. Леонид Макарович, а есть ли у вас в жизни какой-то самый главный жизненный принцип? Самый главный жизненный принцип – это всегда делать что-то важное, что-то доброе, что-то интересное. Потому что, если человек ничего не делает, он после себя ничего не оставляет. Но он может делать и зло. Поэтому я всегда боролся против зла. В любых его ипостасах, в любых вариантах, в семье, на улице, в политике, в культуре, везде, где бы я ни присутствовал, для меня зло, ненависть, жестокость всегда были неприемлемы, по сути. Правильно, вы сейчас напомнили мне слова Федора Михайловича Достоевского, который когда-то сказал примерно следующее, что ежедневно идет борьба между Богом и дьяволом, а место этого сражения – сердце человека. Так сказал, да. А скажите, Леонид Макарович, я помню, мы уже с вами вспоминали, когда-то вышла книга «Галерея имен», ее писала журналистка Кира Владина. И там было интервью с вами, со многими известными людьми, с дочкой Маяковского, с сыном Чарли Чаплина, Депарге, актером. И каким-то образом случайно я туда попал. Не бывает, я согласен, я так часто повторяю. Я всегда повторяю, Леонид Макарович, что все наши встречи и расставания на земле Бог назначает там, на небесах. И, наверное, и эту встречу назначили. Мне когда сказали о возможности с вами, я очень обрадовался и, ну, я скажу откровенно, сейчас очень сложное время, я работаю в группе по подготовке законодательных инициатив, законодательных актов по проведению возможных внеочередных парламентских выборов. Я когда узнал, что вы будете, я сказал, давайте не будем искладывать. Спасибо, спасибо, спасибо вам огромное. И вот в связи с этой книгой, вы там говорили, что вы с оптимизмом смотрите на будущее Украины. Ну, это был, по-моему, 1994 год, если я не знаю, или 3-й, да. Ну, вот скажите, а оправдался ли ваш тогдашний оптимизм? Знаете, если смотреть на перспективу как далекую и не измерять ее годами, или, скажем, часами, а просто смотреть, что будет все Украина, я сегодня верю, что будет все Украина прекрасно. Потому что не может быть жизнь плохой на такой земле, с такими людьми, с такой историей, не может быть. Но если измерять время и годами, конечно, сейчас я не могу сказать, что оправдалось то, что я думал, что замысливал. И до 1994 года, и до 1991 года. Главное событие произошло у нас в 1991 году. Когда Украина стала свободной, независимой державой в мире, ее признали страну мира впервые в истории. И вот случилось такое, у нас произошло такое, у нас произошло такое, у нас произошло очень сильно. Да, произошло. А сегодня, к сожалению, мы имеем очень сложное время, очень сложное и политическое, и государственных структурах происходит нечто необъяснимое. Скажу откровенно, даже для меня, который считал, что я кто-то понимаю политику, я не все сегодня могу объяснить. Что значит, может быть, это говоря каким-то полуполитическим языком, происходит какой-то стихийный процесс, который никто не мог предугадать, и который возник в силу каких-то обстоятельств. Я отношусь спокойно и к идеализму, и к материализму, и понимаю, что есть нечто больше, нечто выше этих, так называемых, теории направлений. Но, тем не менее, я всегда ставлю на точку зрения, что все зависит от людей. Очевидно, на этом этапе к власти пришли люди, которые не очень представляют себе, во-первых, кто такое власть, не очень знают, что они хотят, и самое страшное, они не знают Украину. Да, Маккевелли когда-то говорил, чтобы сказать что-то народу, надо узнать, что он услышит, а что не услышит, что он будет понимать, что не будет понимать. И для того, чтобы понимать народ, надо понять себя. У меня такое впечатление, что некоторые люди, вот как вы сказали, иногда обидно становится, такая цветущая, прекрасная, разумная страна по всему миру, встречаешь представителей Украины, радуйся там культуре, художникам, актерам, мыслящим людям, интеллектуалам, а в политике какой-то сбой происходит иногда. Я приведу один пример. Скажем, вот Украина, я ее представляю, вот закрою глаза, и я вижу Украину, Восток, Юг, Запад, Север. Когда я называю Азовсталь, я точно знаю, где тут завод. Да. И я многих людей знаю, что ли там ракуши. Я понимаю, какая разница есть в Донецке и во Львове. Конечно. Это исторически. И надо время, чтобы эта разница, разнообразие взглядов мнений, взглядов на жизнь, на религию, на язык и так дальше, спокойно смещалась в сторону объединения. Нынешние политики наши хотят это сделать немедленно. Искусственным путем. Силой, давлением, навязыванием стереотипов и формул. И это вызывает постоянно протест. Поэтому мы сегодня говорим, Украина разделена. Раздел происходит по земле Украины очень глубокий. И, к сожалению, он не уменьшается, а расширяется. Вы знаете, Леонид Макарович, я недавно был в Израиле, выступал в Кнессике у них, в парламенте. А потом... Да? Очень интересно там бывает. А потом я был на арабской территории, в палестинской автономии тоже выступал. И вот я им говорю, знаете, вот сейчас все призывают любить друг друга, но иногда это невозможно. И я говорю, я прошу вас, научитесь терпеть друг друга. А на корнях терпения, может быть, когда-то появятся цветы любви. Мне кажется, что и вот в этой ситуации на Украине не надо сразу там любить, заставлять, а терпить и друг друга. Потому что разный был все-таки исторический путь и у Западной Украины, и у Восточной. И надо просто это все понимать. Человек, я думаю, который знает Украину всю, а не там отдельными частями, он это поймет, и поймет, что для этого нужно какое-то время и любого, и любого, и терпения. У меня тоже часто возникает мысль, говорят, я люблю свой народ. Ну, это... Абстрактно. Абстрактно. И ума и абстрактно. И человек, который живет на этой земле, который произошел вот этого народа, он не может его не любить. Конечно. Это естественно. Но главное – ответственность перед народом. Очень важно. А любить – это уже надо конкретно кого-то. можно любить женщин, детей, любить, скажем, друга своего, уважать, любить. А вот все любить, не задумываясь, кто человек вкладывает в это слово, это не есть самое главное. Для политика тем более. Для политика ответственность перед людьми. То есть то, что он говорит, он должен делать. Он не должен приносить людям зла, потому что он безответственно относится к своему важному делу, политическому руководству страны. Вот в этом свой вопрос. Он может любить, и мы верим, но вот то, что вы говорите, ответственным быть – это, видимо, качество, которое… Хорошо, когда человек, извините, любит. Да. Ну, он не влияет на окружающий мир, на окружающую ситуацию, он не влияет на политическую ситуацию в стране. Он сидит и любит. Да. А когда он держит в руках руководство, любит, ничего не делая, для того, чтобы люди жили лучше, чтобы не было конфронтации, чтобы был мир, чтобы было богатство, уважение к стране, к народу, он это не может сделать. Я задаю вопрос. Народу важна его любовь? В данном случае, наверное, нет. 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 Народ чувствует. Да. Многие люди, я вижу, ходят и говорят, ой, какой он хороший. Ох, какой он, какой он, как он верит в Бога. Он такой лояльный, он такой комфортабельный. Хорошо. А когда я говорю, а что же он сделал для вас? Своей комфортабельностью. Я начинаю задумываться. То есть, я к чему веду политика? Для политика важна ответственность перед народом и перед тем, как он взялся. А скажите, Леонид Макарович, такой более частный вопрос. А вы кого больше всего любите в жизни? Кого? Да. Ну, человека или что-то. Ну, скорее всего, о человеке я бы хотел. Ну, вы знаете, если вот украинский язык имеет слово любовь и кохание. Ну, я... Скажите про кохание. Кохание – это слово гарно. Если вы укладываете в смысл украинское слово кохание, конечно, можно кохать и тихий жинку. Так, так. Ну, зараз бывает такое, что кохают не тихий жинку. Да, бывают сексуальные искривления. Так, так, так. Или по всей ориентации. Да, да, да. Но, конечно, я могу, говорю откровенно, для меня в русском слове любовь, конечно, любовь к женщине. Но я вкладываю в это слово любовь нечто большее, чем вообще любовь к чему-то всему. Потому что для меня женщина – это продолжение рода. Да, да, да. Я понимаю. Нет женщины – нет жизни. Женщина и жизнь – это одно и то же. Она носит в себе жизнь. Она дает жизнь. Она трепещет наш жизнь. И когда статистики считают, сколько у нас будет, сколько украинцев будет завтра, я вам скажу, я то экономист, по-по-по-по-по-по-по-по. Да, я знаю, да. И этим вопросом я интересуюсь, я вам скажу интересную вещь. Статистики, когда считают в завтрашний день нации, они принимают внимание только женщин с 16 до 45. А мужчин вообще не считают. Что бы их не было, это не имеет значения для продолжения их будущего нации, народа и его количественного состава. качественного извините за такое вражение. Да, ну почему? Конечно, мужчины тут играют тоже очень серьезно. Очень важно. Но все-таки, Леонид Макарович, так кого вы любите больше всего? Женщину. Абстрактную женщину или кого-то конкретную? В принципе, женщину, которая переходит из абстракта, в конкретную, удобное, определенное время. Хорошо, пусть наши тогда телезрители думают. Я так подозреваю, о ком вы говорите, предполагаю, но пусть и они... Ну, если вкладывать в слово любовь нечто шире, конечно, я люблю свою Украину, свою землю. Вы знаете, я когда говорил об Украине, у меня вот перед глазами вот мое село, моя речка Горин, мои родители, мой дед, мой прадед, я их сразу вижу. Вот в Украине есть такая, такая, ну, пыль, скажем, почему соловей поет в садах Украины. И когда поет соловей, тогда поет, это очень важно. Это правда, биологическая, зоологическая правда. Соловей поет тогда, когда его подруга высиживает соловят. Он сидит рядом и поет. и говорят, что уже в яичке яйца соловятком маленький слушает песню отца. Интересно. И поэтому рождается соловей, а не ворота. Который может петь тоже, да. Ну, как? Да. Поэтому я это переношу на свой народ. если моя мама над моей колыбелью пела мне песню украинским языком, то для меня родной язык украинский. Конечно, я бы вам рассказал более ярко эти все, будем говорить, истории украинскую молнию. Потому что я думаю, но и перевожу вам на русский язык. Вот почему я люблю украинский язык? Потому что мне мама заложила песни эту любовь. Очень здорово. Так в природе. Так в природе. Мы это иногда не понимаем или не исследуем, а там заложены все основы, все базисные истины для человека, для жизни, для его всего. истина Не вернёшь её ты, несомненно, Так же, как никто вернуть её не смог. Час придёт тебе с земной расстаться, Здесь оставишь всё, что приобрёл. Дом, поля, сады, всё богатство, С чем же ты придёшь, пред Божий трон? Бога ты увидишь сердцем чистым, Очищая его, друг, постоянно. Светом будь всегда лучистым, И пребудешь скоро в славе Бога. Если сердце чисто, На земле всё недолго, вечно. Слава, честь и красота, Всё пройдёт, но вечность бесконечна. Вечно со Христом, Иль вечно без Христа. Друг мой, где ты, Будешь после смерти? Где ты будешь, мой друг, С Богом или без Бога пребывать? Где будешь ты? После всех без печи и веселья, И веселья. Чтобы горьких слёз Тебе не проливать. Бога ты увидишь сердцем чистым, Очищая его, друг, постоянно. Светом будь всегда лучистым, И пребудешь скоро в славе Бога. Если сердце чисто, 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 Бога ты увидишь сердцем чистым, Бога ты увидишь сердцем чистым, Очищая его, друг, постоянно. Светом будь всегда лучистым, И пребудешь скоро в славе Бога. Если сердце чисто, Если сердце чисто, Чисто. Р Hastenson Рассказим 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 Спасибо. Скажите, Леонид Макарович, уже из другой области, не из лирической, скорее всего. А вот уже прошло много времени, как были когда-то подписаны беловежские документы, когда вы и Борис Николаевич, и Шушкевич подписали вместе документы. И вот прошло столько времени. Вы не жалеете ни о чем, о том, что тогда произошло, что было принято такое решение? Вы знаете, я исхожу из того, что в принципе, по природе, по логике истории и вещей, развития нации и народов другого варианта быть не может. Это общая закономерность развития народов. Каждый народ стремится к свободе. И нет здесь исключений, кроме уровня развития. На низком уровне развития народ вообще это не понимает. Когда он поднимается в своем ряду, он начинает понимать, что ему нужна свобода. Он должен жить свободно и управлять сам собой. Поэтому для меня это была истина, как говорится, окончательная. Что касается, почему это все произошло в 90-х годах, в прошлом уже время, то это не просто стечение обстоятельств. Это вновь-таки уже закономерность перенесена на империю, которая называлась Советская Союз. Да. Эта империя не могла дальше существовать. Михаил Сергеевич Горбачев, который я искренне уважаю, и об этом не раз говорил и публично, он пытался эту империю приспособить к новому времени. Он пытался ее сделать демократической, открытой, открытой для мира. И он думал, что он может это сделать. Да. Но эти корни, заложенные в империи, они настолько глубоко вошли в землю, что они не позволили ему это сделать. Нам оставалось только одно. Попытаться разрушить эту империю беспромно. Вот над чем мы думали и в Москве, когда встречались, и в Новогорёве. Как сделать так, чтобы не пролилась кровь? Понимаю, что 5-ти миллиона армии, миллионы службы безопасности, десятки тысяч ядерных боеголовок. Мы представляли, если бы это привелось в действие, если бы все привелось в действие, конечно, трудно представить последствия. Поэтому мы приняли тогда единственное правильное, разумное решение разрушить эту империю мирным путем. И вот недавно праздновали вселетие Белаверска. Я был на передаче, телепередаче в Москве. Знаете, я был просто поражен, удивлен, что произошло с людьми за 15 лет. Те, которые ненавидели меня лютой ненавистью, только потому что я один из авторов разрушения Советского Союза. Меня и свою точку зрения. Ко мне подходили, говорили, история, оценив все так, как должна оценить. А вот в этом году, как вы знаете, у флаг жизни Борис Николаевич Ельцин. Да. Царство Небесное. И я вот под влиянием этой смерти, одного из участников Белаверска соглашения, первого президента России, который действительно открыл для России новую жизнь, новую дорогу. Как они идут этой дороге, это уже как и мы идем. Иногда вот таким вот путем. Но факт остается фактом. И вот переосмыслив все это, и еще возвращавшись к тому, что говорил Ельцин как нацать лет, он тоже неоднозначно понимал эти вопросы. Он не так понимал Белаверска соглашения, как я его понимаю. Он тоже пришел к тому, что аналога исторического для нашей ситуации, исходя из того, что произошло в мире, в Европе, из того, что осталось на территории бывшего Советского Союза, варианта другого не было. Поэтому я не то, что не жалею, я счастлив, что Украина стала независимой. И я повторяю постоянно. Да, с позиции сегодняшнего дня. Тех сложностей, которые сейчас происходят на Киевской даже улицах. Конечно, как-то трудно перейти в такой оптимизм. Но нельзя измерять жизнь одним-двумя-трема годами в жизни для страны, для человека, для страны, для народа. Нельзя измерять такими краткими масштабами, маленькими масштабами. Я считаю, что мы открыли новую жизнь. И для страны, и для Европы, и для безопасности в Европе, безопасности в мире. Настолько все изменилось за эти 15 лет, что оценить полностью, в полном объеме сейчас мы еще не можем. Согласен, то есть мир стал иным. И, видимо, вот те Беловежские соглашения, это была не просто подпись документов, не просто обдумывание. Вот, как вы говорите, Борис Николаевич, и, я думаю, все участники как-то думали по-другому в тот момент. Но мы должны понять и признать, что это были исторические дни. Просто они вошли в историческую летопись, потому что в эти дни начался новый отсчет истории для Украины, для России и там в какой-то степени и для Беларуси. Я очень рад, что вы дали такую оценку. А скажите, Леонид Макарович, ну, другой уже вопрос. Я как-то стараюсь, чтобы мы не углубились в политику. А я где-то читал, что... Какая у вас самая любимая песня? Кто-то мне говорил, что Рушнычок, я не знаю. Ну, вот с детства мне пела песню самую любимую мать. Цвитетерен, цвитетерен. А вы можете хоть одну строчку так напеть? Цвитетерен, цвитетерен, Лыстья опадают. Ой, как здорово! Я слышал где-то, да, я слышал. И она мне пела вторую песню. Ой, чей-то ким стоит, Сыненька-грывонька, Сподобалась мне, Сподобалась мне, Тая девчинонька. Ну, мама ваша была, видимо, Очень лирический человек, чудесный. У меня дядя... Мой дядя пел в церковном поле. О-о-о, туда подбирали всегда людей, серьезно. Это самая маленькая церковь, такая деревянная. Да-да-да. Мой дядя там, ну, и все-таки здоровые хлопцы были. Да-да-да. Когда они пели в церковном хоре Божий Великий Единый... О-о-о, я знаю эти песни. У меня, ну, просто... Мурашки, да. Мурашки, да. Мурашки. Да, уже я принимал Крысягу в Верховном Совете. Да-да-да. И на балконе Хор Веревки. Да. Мы стояли Кончар. Да-да-да. Олесь Горькович, Покойный. Григорий Веревка, да. Да, он первым произнес речь в Верховном Совете. И тогда не было еще гимна украинского. Угу. Твердь он был. Тогда приняли решение спеть духовный дим. Молодцы. Божий Великий Единый нам Украину хранить. Слава Богу. Когда этот хор под склепением Верховной Ради поспевал всю письму, я стоял, а у меня слезы. Слезы. Мабуть, не кертью вас. Я не мог, но спогнули собою, какая это величь. Вперше, Украина выбирает президента и вперше, Украина есть, справді, независимой государственной. Я знал, что у нас будет много проблем. И Бог был ваш святок у этой хвилины. А скажите, Леонид Макарович, вот мы коснулись слова такого важного для жизни человека Бог, а думали ли вы вот лично в жизни своей задумывались о Боге, о роли Бога в вашей жизни? У меня жизнь очень сложная, мои отношения с Богом, чрезвычайно сложные. Детство моё прошло в очень великолепной семье. Я уже вам говорю, я, мама. дед мой, по отцу, это было как обязательство. Церковь, ты должен идти. болеешь, не болеешь, мороз, не мороз, на водохрещи. Очень сильные морозы. Нужно было идти набрать воды в священную. Я вместе взрослым одежда была очень такая худенькая. Приходишь домой, всё окалело. Но это было обязательство. Я воспринимал Бога в данном случае невосознанно, как каждый ребёнок. Все верят в Бога. Я верю, Он есть. Потом произошёл очень для меня такой случай в детстве. Я её вам расскажу. интересно. В нашем селе, как во всех селах Западной Украины тогда, были подпольные организации национал-патриотов Украины. Бандеровцы, бульбурцы, по-разному. А немцы их искали и убивали на последнем этапе. Вначале говорят, Бандера договорился с Гитлером, но потом на моих глазах я видел, как немцы убивали национал-патриотов. И вот мы с дедом пошли в церковь. И кто-то немцам донёс, что на территории церкви пришли национал-патриоты. Пандеровцы какие-то. Я не знаю. Немцы пришли искать искать. Те действительно были на территории церкви, но успели убежать, а оружие оставили. Немцы увидели оружие, никто не знает, кто его сюда принёс. Те ушли, они решили всех расстрелять. Чем? Поставили пулемёт, обрадили церковь, и священник наш, я его потом уже видел с сыном из-за коммерики, он вибрировал президентом, наносил визит, мы с ним встретились. И сын его там сейчас живёт, он владел немецким языком. И он вышел к немецкому офицеру и начал объяснять, что здесь нет ничего, что это случайно, и убедил его. Но женщины испугались в этом всего. И нации тоже убегали. И кто-то из немцев полоснул автоматом, не по ним, а сверху. Дед не понял, что произошло, бросил меня на землю и закрыл тело. Вот я не знаю, сколько мы там лежали. Я не помню. Я во-первых, испугался, во-вторых, время меняет свои течения. И когда уже стало тихо, я поднялся, я вышел. Вот с тех пор я поменял свое механическое отношение к более глубокому пониманию. Я принял для себя решение, что нас спас Бог. Конечно. А потом у меня был период комсомольско-партийной жизни. Конечно, я был идеологом против. Да, да. Так, всегда. Да, да. да. Сережа. Конечно, говорить о том, что я мог полностью заниматься изучением этих проблем было бы неверно. Но вот занимаясь другой стороной церкви, атеизмом. Я нечто узнал такое, что если бы я не занимался атеизмом, я бы этого не знал. Насколько грубо, насколько фальсифицированно, насколько непочеловечески атеисты относятся к душе и мировоззрению человека. Именно не к Богу, а к душе и мировоззрению. То есть они его порабощают. а Бог душу и сердце человека открывает. Вот я уже когда стал президентом, конечно, это отложило отпечаток в тот период на меня очень серьезно. И когда переносили прах патриарха слепого во Львов, я присутствовал при принятии праха на украинском земле в соборе святого юра. Да, да. и все крестятся, стоят, а я не могу, понимаете, не могу. То есть не потому, что я не верю, а потому, что я считал слишком рано мне приходить от той полосы моей жизни к новой. Не надо быть искусственным, не надо быть на виду, я бы так сказал, демонстрировать свое отношение к Богу. И когда я вышел, журналисты меня спросили, Леонид Макарович, ну как же, все вы в соборе, у труны патриарха, там собрали все иерархии гекокатолической церкви. Я ответил, вы знаете, я иду к Богу, я повторяю свой путь к Богу. И когда я почувствую, что я имею право, право, я причем могу это приобреститься, это не будет искусственным, не будет для людей, что я вот уже вчера был таким, а сегодня стал другим, поменялся за одну ночь. Я в этом верю. И тогда я это буду делать не только в церковь, потому что верю, что к Богу можно общаться везде. Вот когда я отдыхаю, скажем, в Трусканце отдыхал, там, в Викторе, в Карпатах, я приходил к Большому дубу, где Смаряки есть такое дерево, Смаряка, красивое. Да, очень красивое. Я стоял под этим и обращался к Богу, просили для Украины, чтобы он сделал. Был в Израиле, в стены плачут, я дважды так был. Первый раз я был с визитом официальным, написал записку, просил, что Украина была счастлива. А в прошлом году я уже был с частным визитом. Я попросил, чтобы счастливым была моя семья, близкий. Слава Богу! Вы знаете ли, Леонид Макарович, вы, может быть, как бы даже не обратили внимания, но вы сказали, вы сказали перед этим очень серьезную библейскую истину, потому что вот действительно прежде чем перекреститься или как-то внешне проявить свое отношение к Богу, надо, чтобы Бог вошел в сердце. И когда Он уже там, то уже легко что угодно сделать. Помните, значит, Андрей Дмитриевич Сахаров, значит? И вот он интересно, он как бы говорил, я атеист, все такое, как бы, ну я не верю в Бога. Но вот интересно, он всю жизнь совершал поступки, которые отвечают требованиям христианской морали. И вот он был такой человек, который жил по христианским канонам. И я потом сам додумался и еще прочитал у такого священника отца Желудкова, что есть такое интуитивное подражание Христу, что человек может быть не ходить в церковь, не креститься, но своей жизнью он как бы отражает христианские постулаты, христианскую любовь. Я думаю, что и вы как-то очень правильно сказали. Вначале надо, чтобы он вошел сюда, а потом уже можно показывать людям. Вы знаете, я же Библию читал здесь. Да, да. Почему? Потому что дедушка имел две книги Библию и Кобзар. И Кобзар. Еще была у него маленькая книжечка Назар Стадоля. Я Чки? Да, да, да. Назар Стадоля. А, Назар Стадоля, пьеса, да, 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 конечно, да. Классика. Когда дедушка потерял зрение, хорошее зрение, а вы же знаете, Библия написана мелким, бывший имел, очень мелкий, то он просил, чтобы я ему читал Библию. Каждый день он каждый день читал Библию. Каждый день я приходил со школы или там где-то час-полтора мы читали Библию. Вот я не понимал 90% Это же по-церковно-славянски. Да, да. Но я запомнил просто память хорошая, детская, молодая. И уже когда я стал взрослым и сейчас у меня на столе лежит Библия на моем кабинете я открываю. Жена тоже Библию держит. У нас на столах лежат Библии. И когда я читаю, перечитываю, я вспоминаю вот тот период, даже то место, где мы сидели дедушка. Как правило, летом это было на улице, зимой вот нам. И многое из того, что я сейчас начинаю понимать, я ее понимаю, потому что я запомнил ее. Запомнил. Возвращаетесь в прошлом. Да. Интересно. А вы вот сейчас, Леонид Макарович, бывают у вас минуты в жизни, когда вы как-то общаетесь с Богом, что-то вам нужно решить для себя, какое-то личное общение бывает. Ну, вы знаете, это часто вот у нас людей воспитаны в христианской философии, в христианской философии, да, да, это происходит на каком-то подсознательном уровне. Вот когда что-то происходит тяжелое, если Господи, помоги, Господи, отведи, Господи, дай мне силы, вот все, он же повторяет это как заклинание, заклинание, но оно внутри человека, оно с детства где-то там посеяно, оно растет, и до самой смерти вот человек повторяет, обращаясь к Богу, Господи, сейчас вот если ты есть, но это уже говорят отчаявшиеся люди, вот слово если ты есть, означает, что человек подвергает сомнению, ему настолько тяжело жить, настолько сложно бороться с жизнью за свою материальную, там, за другие, там, кто-то уходит из жизни, где-то преждевременно уходят дети, близкие, и он употребляет это слово, а вот если все нормально, но сложности так не знали, жизненные, как всегда, я тоже самое говорю, я даже не замечая это, иногда говорю, Господи, помоги мне, а потом, когда я осознаю, что я сказал, я начинаю думать, ну зачем по таким мелочам обращаться к Богу, ведь же я могу это сам сделать, то есть слабость я проявил в данном случае, обращаясь к Богу по мелкому вопросу, к Богу надо обращаться только тогда, когда идет речь о великих проблемах, проблемах жизни, будущего, Украины, народа, счастья, добра, народу, вот это, или там что-то своему человеку заболел, допустим, иж, болезнь безысходная, к сожалению, при всем прогрессии науки, да, не умирает, болезнь, но тогда обращаться, я думаю, что можно, как бы, конечно, с разной долей, долей, как бы, мощи, силы обращаться к Богу. Интересно, Леонид Макарович, что в Библии, вот когда Иисус стоял перед Пилатом, наместником римским, и Пилат на него там смотрел долго, и потом он, Иисус говорит, что вот истина, истина, а он ему говорит, он такой, видимо, прожженный, римский политик говорит, что есть истина, а потом Господь сказал, я, Христос сказал, я есть, еще по-старославянски, я есть и путь, и истина, и жизнь. И вот я думаю, как было бы хорошо иногда верить таким заявлениям политических новых лидеров, которые уже не раз, как бы, противоречились своим заявлениям, и как трудно иногда поверить вот в живого Бога, Христа, который сказал, я есть путь, вот идите этим путем. Мне интересно, знаете, что вот вы вспоминали Михаила Сергеевича, я когда-то в Кремле впервые в истории молился с ним, помолился, еще он был президентом. И он молился. Да, он смотрел, я спросил, Михаил Сергеевич, а можно вот здесь помолиться? Я возглавлял делегацию лидеров американских там, сената, христианских организаций, и он говорит, ну, говорит, вроде бы Кремль не церковь, я говорю, ну, почему, Кремль как раз, вот, как бы, такой фундамент. И он говорит, ну, помолитесь, Майкл. Вот мы молились, интересно, что потом, да, он мне, я сказал такие слова, вера без дел, мир, он говорит, вы так хорошо сказали, а я говорю, это не я, это в Библии записано, вера без дел, мир, он говорит, вот да, у нас было, говорит, много дел, но, видно, вера не та была, говорит, может, поэтому мы, говорит, не смогли много делов, шатаемся, да. А если у человека нет веры, нет стержня, а если нация не имеет веры, она не может стоять в любых ситуациях и отстаивать свою правоту, а нация не отстаившая свою правоту, обречена на ищеное. Я всегда говорю, согласен, что Христос, Господь, никогда не покидал Украину, в самые трудные года, и хотя трудно поверить людям, людям и в Голодомор, и в Великую Отечественную войну, и в самые трудные во времена сталинских репрессий, но все равно это Бог любви, он оставался с Украины, и я вот вижу часто, когда я у вас бываю, его лицо через людей. Я вижу иногда вот такую необыкновенную доброту в этой нелегкой жизни, человеку быть добрым в трудной жизни тяжело, и вдруг я вижу вот этот дух народа, через глаза какой-то пожилой женщины, она вдруг смотрит, такая благость, милость в ней, и я вижу, Христос отражается. Особенно, знаете, когда проезжаешь в украинское село, вот приходишь, я это часто делаю, приходишь в дом, к человеку, если даже идешь по улице, зашел в дом, старенький дом, выходят двое там или один человек, где-то остальные работают, и вот смотришь, как светится добротой его лицо, и какое глубокое желание сделать тебе нечто приятное, чем-то угостить, что-то доброе сказать, или что-то такое, глубокое спросить, именно глубокое. Поэтому вот украинцы, каким отличаются, а село, это корень, село, то есть, корень страны, на украинских политиков, на украинских писателей, художников, где-то 78% имеют происхождение села, от земли. Да. Мой друг Борис Ильич Алиник, вот, например, мы с ним иногда там говорим, и он говорит, знаешь, Майкл, а все же Украина, это там, где вот эта земля, эти люди. Он говорит, тому тебе подобаются больше такие простые люди, ты больше любишь разговаривать с ними, а не с там, лидерами. Земля, когда ты стал на землю, я живу за містом, я сейчас не живу в месте, я не уявляю себе, что я виходу на улицу, и нет земли, нет травы, нет моих, скажем, моего садка, я не уявляю себе. Вишнева, Калахаты. А скажите, Леонид Макарович, уже у нас беседа близится к завершению, очень мне тяжело будет с вами расставаться. Вы действительно, на мой взгляд, настоящий сын своей земли, который и в трудной ситуации, когда вас и ругали, и хвалили, все равно вы помнили, что чей вы сын, а не какой партии принадлежите. Для вас это было основное. А скажите, что по-вашему человеческое счастье, если можно так сказать какими-то словами, характеризовать? Ну, определений таких глубоких, мудрецов, есть такие много книг, есть в мире мудрых мыслей, рассказывания, конечно, определений много. Счастье и так далее. Для меня счастье это когда я живу среди счастливых людей. Я не представляю себе своего счастья, если вокруг меня несчастные люди. Поэтому для меня возможно это отложилось, потому что я всю жизнь, мы всю жизнь занимаемся политикой. я ни разу говорил, ничего я больше не хотел бы, ничего бы в жизни, чтобы вот через какое-то время, идя по улице, я не встретил человека, который на меня посмотрел бы с укором. Вот ты подписал Беловежское соглашение, а моя жизнь не улучшилась, а даже улучшилась. Я стал менее счастлив. А таких людей у нас много. Особенно пенсионеры, инвалиды, люди, то поколение, которое жило в то время, и все. Я хожу по городу, я посещаю рынок, базар называют. Да, да. Я покупаю для себя мясо, покупаю то, что мне нравится. И там часто происходят на базаре митинги, разговоры со мной, приходят люди, продавцы, покупатели, и вот задают мне эти вопросы. Я с приятной мыслью говорю таких людей, которые делают мне упреки, мягкие, но упреки, становится все меньше и меньше. То есть люди уже понимают и отвечают не только за свою жизнь, а за жизнь своих детей. Раньше этого не было. И я им задавал вопрос таким же людям в возрасте, как я. Почему вы говорите только о себе? А как к этому относится ваш сын, ваш внук, ваш правнук? Да, да. Они тогда не задумывались над этим. Вот я хочу жить хорошо. Я. Понятно. Все хотят жить хорошо. А сегодня они говорят, да, говорит, ну, короче, для моих детей открылась новая жизнь. Мой сын там где-то в Кембридже, мой внук уже там работает в какой-то фирме, зарабатывает деньги, знает два языка. А в то время мы знали только один язык, русский, и плохо украинский. То есть меняется психология, меняется внутренний взгляд на жизнь, на мир, на будущее, и люди оценивают свою материальную жизнь не как только для себя, а как для продолжения рода, своего, рода нации, народа своего. Иными словами, как вы вначале говорили, появилась то, что вы сказали вначале, появилась какая ответственность у людей за будущее. За свое будущее, за будущее народа. Да. Вот что главное. Иными словами, о счастье мой вопрос я понял так, если можно его по-другому сформулировать, что для вас счастье ваше, когда вы видите счастливый народ вокруг себя. Спасибо, Леонид Макарович. Сегодня было какой-то, я чувствовал, вот бывают такие, ну, умные разговоры между людьми, но сегодня, знаете, у верующих есть такое понятие Дух Святой. И вот я как бы чувствовал, что Дух Радости был между нами, и у вас такое сердце было сегодня такое наполненное таким... нам был творец. Творец вселенной, а мы его творим. Спасибо вам огромное. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok